Всем привет, с вами Ганзи. В этом видео мы заценим, как известные мангаки, они же авторы очень известных тайтлов, нарисовали персонажей аниме Наруто в своем оригинальном и крутом стиле. Да, вы все правильно поняли. Сейчас мы взглянем на крутейшие оригинальные рисунки с персонажами из Наруто от мангак других тайтлов. Многих мангак и многие тайтлы, возможно, вы знаете, а многих слышали, а некоторые даже 100% входят в список ваших любимых. После просмотра обязательно напишите в комментарии, чьи рисунки вам понравились больше всего и сколько тайтлов вы знаете из этого списка. Ну, давайте начнем. Первая работа от мангаки Хирохика Араки, он же автор многими известного тайтла Джоджо. Получилось весьма необычно и непривычно видеть такого Наруто, но в Джоджо все такие. Следующая работа от Микио Ито, автор Осенина Секрет Мурасамы. Я не знаком с этим тайтлом, если вы знакомы, напишите в комментариях, как вам эта история. Ну, а по арту скажу, что непривычно, но это уже более-менее похоже на оригинал, нежели прошлый экспонат. Масудо Коски, автор следующего арта, а также он является автором театра Коски Масудо. Это такая манга и аниме есть, но я лично не знаком, лишь немного прочитал об этом. Рисовка этого арта такая же забавная, как и в его официальной работе. Мне Наруто чем-то Сайтаму напомнил, если честно. Следующий Кента Шинахара, автор манги Скет Данс. Там, в общем, что-то про школу. Все события основные происходят в школе. Я не знаком с данным тайтлом, но знаю, что тут Наруто изображен вместе с главным героем Скет Данса. Так как пока писал сценарий для этого видео, гуглил, естественно, и видел там главного героя. Дальше мы видим Наруто изображенного в стиле комедийного боевика Вильзивул от Рюхея Тамура. Довольно необычно вышло. Ричиро Инагаки, автор аниме и манги Доктор Стоун. И этого арта. Про Доктора Стоуна вот я уже слышал, и, кстати, хотел посмотреть его. Арт, как и все предыдущие, по-своему крутой. Но вот как Розенган нарисован, мне непонятно. Смахивает на какой-то мячик для игры в регби, что ли? Такеши Каноми. Нарисовал Наруто в стиле принца тенниса. С этим тайтлом я тоже не знаком и не слышал, но по рисовке могу сказать, что чем-то мне это покемонов напоминает. Ди Греймен. Следующий стиль от Кацуры Хосина. Аниме про экзорцистов каких-то, судя по информации из интернета. Может кто-нибудь из вас знаком с этим произведением? Лично я также не знаком. Напишите в комментариях, как вам это аниме в целом. Ну а сам арт вышел забавный. Зайчик какой-то со свистком. Прикольно. Оу, следующий по списку Асаму Акимото, нарисовавший Наруто в стиле суперкачиками. Это какая-то комедийная манга про пожилого полицейского. И в основном все действия происходят вокруг полицейского участка. По этой манге есть и аниме, и даже дорама. Нарисовано, конечно, прям как-то не очень подходяще. Лично мне не очень зашло, но по сути дела, это все искусство. И это стиль Акимото Асаму. Митсутоши Сима Бакуру. Нарисовал Наруто в стиле своей манги Торико. Это тайтл про охотника с суперспособностями, чья мечта собрать самые изысканные ингредиенты и приготовить лучшее блюдо в мире. Кому интересно, посмотрите. А по рисовке я скажу, что Наруто здесь не просто в стиле этого мангаки нарисован. Митсутоши скрестил главного героя, его произведения и Наруто. Масонори Матира изобразил Наруто в стиле манги «Хулиганский блюз». Это манга про чувака, который хочет стать чемпионом мира. И из-за этого, из-за того, что главный герой очень сильный и способный, местный боксерский клуб, боксерский школьный клуб, хочет его к себе в команду. И местная банда тоже хочет. И на этой почве строится сюжет. Наруто здесь вышел каким-то и правда хулиганом, не отличающимся от всяких филерных бандитов из аниме Наруто. А вот Асу Суичи нарисовал Наруто в стиле темари. Или нет? Нет, я походу перепутал. Он нарисовал его в стиле своей манги под названием «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусо». Длинное название какое-то, но вот так. Кому интересно, зацените это аниме или мангу. Название я в принципе сказал. По рисовке Наруто напомнил мне темари. Хэзэ почему? Кёсука Усуто решил нарисовать несколько персонажей из Наруто в стиле секс-командо. Странное название, конечно, но это, если что, такая техника боя, придуманная первым знакомым главного героя этого тайтла. Сексуальная команда называется техника. Ну и главный герой потом решается вступить в его клуб и научиться этой странной технике. Персонажи из Наруто здесь сильно в рисовке не отличаются от своего стиля первоначального. Просто будто они хуже нарисованы. У меня есть такое впечатление. Итак, следующий мангако Юичи Итакура интересен для нас тем, что он бывший помощник Массаши Кишимото и тоже работал над Наруто. Но стал более известен благодаря уже своей работе под названием «Хэнз». Собственно, в этом стиле он и нарисовал данный арт, нарисовав также несколько персов. Далее идет рисунок от Хирюки Амана в стиле «Гокуми Драгон». Я что-то подробностей насчет этой манги не нашел особо и сказать тяжело. Походу этот тайтл выходил только в стиле печатной манги. Кто вообще в курсе за это, напишите в комменты инфу. Мизуки Кавашито нарисовал Наруто и Сакуру в виде брелков на рюкзаке. Кажется, одной из героинь данного тайтла. Главный герой этой девочки и называется он «Стопроцентная клубничка». Далее уже поинтереснее и уже узнаваемо большинством смотрящих это видео. Конечно же, это Эйчиро Ода нарисовал Наруто с Курамой в стиле «Ванписа». Получилось вполне забавно, но Кураму че-то какой-то слишком упоротый получился. Учитель мафиози «Реборн». Это название стиля следующего тайтла мангаки Акира Амана. Прикольный персонаж, там с большой головой есть. Вот и Наруто нарисовали в его стиле. Теошаки Иваширо решил нарисовать Наруто в стиле своей манги «Псайрен». Манга про школьника, который вместе с друзьями пытается изменить будущее. Следующий Йоши Саваи. Нарисовал Наруто и двух персонажей из тайтла под названием «Бо-бо-бо-бо-бо-бо». Это прям такое название, если че. Комедийная научно-фантастическая манга. Ну и аниме, естественно, есть. Вкратце там, короче, правящий миром император приказывает своим слугам на лысо брить невинных жителей и собирать эти волосы, чтобы с помощью этих волос усиливать себя. Ну а главные герои сражаются против него. Наруто в стиле «Драгон Бола». Как вам такое? Если не в курсе, Акира Тарияма нарисовал. Тут, я думаю, комментарии будут излишними. Следующий арт, автор которого не менее популярен, а в странах СНГ, наверное, даже популярнее Драгон Бола. Так как те, кто не смотрят сейчас аниме, все равно знакомы с этим тайтлом, так как его крутили по СТС часто и другим каналам. Шаман Кинг от Хироюки Такей. Получилось кайфово, я считаю, но я бы лично пожирнее лайны сделал бы, а так круто очень получилось. Следующий арт от мангаки «Нобухиру Вацуки». И, кстати говоря, он автор довольно популярного тайтла «Бродяга Кеншин». Это история про крутого самурая. В СНГ этот тайтл был более известен как «Самурай Икс», который тоже вместе с «Шаман Кингом» крутили по телеку. Получилось очень клево. Одобряю такое. Лично я смотрел в детстве. И мне нравилось. Кентара Ябуки нарисовал Наруто в стиле своей манги под названием «Черный кот». Не думаю, что тем, кто смотрит это видео, знаком этот тайтл. Весьма закрученный сюжет, я вам скажу. Вкратце, я даже описать его не смогу правильно, поэтому ознакомьтесь сами, кому интересно. Ну а следующий у нас – Тайто Куба. Но это не настоящее его имя. Его настоящее имя – Нориаки Куба. И он автор многим полюбившегося тайтла «Блич». Нарисовал он Наруто и Орачимару, как вы видите, в узнаваемом своем стиле. Наруто на Ичига Куросаки, кстати, похож. Следующий арт от Иоши Хиро Тогаши. Автора манги «Хантер Икс Хантер». Вы тоже многие о нем знаете. Наруто, кстати, неплохо нарисован, но глаза, как мне кажется, упоротые вышли. Хидеяки Сорочи нарисовал прикольный арт в рисовке манги «Гентама», где изобразил главного героя тайтла «Гентама», а также Наруто и Какаши, который показывает страницы пошлой книги Джирайя и Чаича, ну и их реакцию вы видите. Дальше у нас не мангака, а японский аниматор и дизайнер, и, кстати говоря, работал он с тайтлом Наруто в студии «Пьеро», и, соответственно, он и нарисовал хорошо этот арт. Тут вопросов быть не может. Так, предпоследний артик у нас от мангаки «Юсаки Мурата». Ну, вы, наверное, в курсе. А если нет, то «Ван Панчмен». Его работа. Но тут Наруто получился прям живой. Такой в действии, будто сейчас сделает один удар, и все, уничтожит монстра какого-нибудь. И напоследок у нас Наруто нарисован в стиле тоже всеми известного тайтла под названием «Тетрадь смерти» от мангаки Такеши Обата. Вышло довольно сильно. В мрачной такой рисовочке, где проработаны многие детали. Мне нравится сама сложность этой рисовки. Круто. В общем и целом, я хочу отметить то, что каждая работа по-своему оригинальна и индивидуальна. Типа они могли, рисуя персонажей из Наруто, случайно нарисовать в похожем стиле. Но заметьте, ни одна работа не похожа на другую. То есть они все разные. И это круто, я считаю. Напишите в комментарии, какой арт вам понравился больше всего и составьте свой топ-3 или топ-5, как вам больше нравится, короче говоря. И идей для комментариев в этом видео, я считаю, много. Прям достаточно, прям вообще куча. Тут уж сами смотрите, как по кайфу. Возможно, кто-нибудь из вас задаст флешмоб по стилю комментария, и другие будут повторять только со своим списком понравившихся работ, например. Тут реально интересно и есть о чем пообсуждать. Ну а с вами был Ганзи. Еще услышимся.